Приветствую вас. Я думаю, что для начала желательно бы уточнить, есть ли у вас депрессия на самом деле или это просто депрессивное состояние, потому что если это депрессия, это серьезное психическое заболевание, которое лечится в том числе и лекарствами, вот, так что для того, чтобы говорить, что у вас депрессия, нужен диагноз. Это как минимум. Что касается депрессивного состояния, если мы пока не берем в расчет, что у вас может быть депрессия, то насчет депрессивного состояния здесь ситуация крайне неоднозначная. Дело в том, что нам нужна информация о том, с какого момента у вас началось вот это вот состояние, когда наедине, наедине с самим собой, да, у вас, значит, ну, накатывается вот это вот самое состояние, да. То есть, это очевидно совершенно, что было не всегда, очевидно, что, ну, очевидно, что это было не всегда, очевидно, что это началось с какого-то момента, вот, и, соответственно, нужно определить, с какого момента у вас началось это вот состояние, вот, то есть, с какого момента у вас возникло вот это ощущение, ощущение такое, что, значит, значит, что вы в депрессии находитесь, вот. Это, пожалуй, первый момент, который я хотел бы пояснить, вот. Второй момент, поскольку это происходит исключительно наедине с собой у вас, то есть вы, ну, вы чувствуете это негативное ощущение, только наедине с собой, то можно предположить, что по ряду причин вы себя не принимаете. По ряду причин. То есть, так или иначе, есть основания, у вас есть основания, по которым вы себя не принимаете. То есть, вам, условно говоря, тяжело очень находиться наедине с собой, наедине с самим собой тяжело находиться. Вот. Вам тяжело, как говорится, переносить себя. Вот. То есть, вы не можете себя переносить, не можете себя выносить. Вот. Вследствие чего и возникает такая вот проблема. Поэтому для начала желательно понять, что конкретно вы себе не можете переносить. То есть, что конкретно вызывает у вас наиболее негативные чувства. Простым языком, да, совсем очень простым языком, если говорить, что является причиной для депрессии, причиной для вот этого состояния, причиной для вот этого состояния, которое вы ощущаете. Вот. Мне кажется, что как минимум это нужно исследовать, как минимум это нужно вам для себя понять, чтобы чувствовать себя лучше. То есть, нужно не избавиться от депрессии и тем более не побаровать. Вот. Кстати, откуда возникла вообще идея побороть что-либо в себе? Вот. Как часто вы стараетесь вообще вот что-то в себе побороть. Если вы это делаете частенько, то это может также являться одной из причин, почему вы себя так вот негативно чувствуете, потому что если вы себя, если вы считаете, что у вас есть какие-то чувства, которые надо бы побороть, и вы пытаетесь это в себе побороть, что вы, ну, по сути идете по живому, вот. То есть, вы режете, условно говоря, да, по живому себя. То есть, вы подавляете, ни много ни мало подавляете свои эмоции. Вот. Немного ни мало подавляете свои человечество, потому что, собственно, все эмоции это и есть человек, да, чувства это и есть человек. Вот. Так что, у кого вы, условно говоря, научились перебаривать свои чувства, тоже нужно выяснить и, собственно, вас от этого освободить. Так что, для начала, чтобы вы увидели, заметили, что ничего хорошего в подавлении чувств нет и быть не может, в принципе. Вот. Ну, а дальше же, я полагаю, все будет само собой происходить, все будет само собой протекать, вот. И вам, соответственно, будет нравиться легче. Но, опять же, опять же, для того, чтобы стало легче, необходимо, чтобы вы раскрыли нам причину, так называемую, да, природу своих ощущений, своих эмоций, вот. Без этого мы помочь вам не сможем. Вот. То есть, я, надеюсь, понятно объяснил, что обабаривать депрессию не нужно, необходимо, наоборот, раскрыть. Значит, убийство ничего не радует, еще практически пару месяцев. Значит, пару месяцев назад у вас что-то произошло, пару месяцев назад у вас что-то случилось. Вот. Нужно понять, что именно случилось, поисследовать это, вот, и, возможно, вы получили психологическую травму. Ну, или потрясение, серьезно. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.